В Бобруйске стартовал проект «75 историй о войне». Авторы рассказывают про подвиги тех, кто шел на смерть ради жизни других. Черно-белые фотокарточки и письма превращаются в машину времени. Слезные воспоминания чернилами на бумаге разрывают сердце на части. В финале организаторы издадут книгу лучших сочинений. Приглашаем всех жителей города Бобруйска принять участие в патриотической акции «Беларусь помнит». Присылайте свои фотографии, фотографии своих дедов и прадедов и небольшие истории, которые могли бы рассказать о подвиге героев ваших семей. Давайте расскажем об этом всему городу Бобруйску, Республике Беларусь. На просторах интернета в самом разгаре эстафета «Голос Победы». Мотивы фронтовых песен, благодарность за мужество, отвагу, честь и любовь к родине. В 75-й год Победы звучат из уст музыкантов. В первую очередь юношей и девушек. Такие проекты, они очень важны, особенно для нынешней молодежи, потому что развитие духовно-нравственного воспитания в детях, особенно в нашем поколении, в наших детей, это очень важно и крайне необходимо. Вокалисты студии «Шоколад» выбрали послевоенный хит «Казаки в Берлине». Эти слова звучали из радиоприемников на всех советских кухоньках. Павруйская группа в эти минуты вовсю репетирует композицию, чтобы 9 мая зрители главного концерта с первых нот пустились в пляс. «Казаки, казаки, едут-едут по Берлину наши казаки». Журналисты медиахолдинга «Бобруйское житё» также включились в марафон поздравлений. Статьи проекта «Память сильнее времени» будут публиковаться в каждом выпуске БЖ. Наверняка у многих бобруйчан остались священные реликвии с войны, которые достались им по наследству. Приносите до 1 мая в редакцию газеты эти реликвии с сопроводительным рассказом. Лучшие рассказы мы опубликуем на странице нашей газеты и, возможно, снимем сюжет. В художественном музее открыли выставку «Живописная летопись Бобруйска». Автор картин – ветеран Великой Отечественной войны Владимир Дамарат. Вскоре в этих стенах также пройдут творческие вечера. 9 мая сотни человек в очередной раз пробегут по этой улице. В прошлом году эстафета на призы газеты «Бобруйское житё» собрала около тысячи участников. В социальных сетях скоро запустят челлендж «Бобруйск 75 лет назад». А 10 апреля возле памятника танка на могиле генерала Бахарова передадут капсулу с землёй со всех памятных мест Бобруйска в могилёв. В День Победы также пройдёт акция «Беларусь помнит». Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.